Лено про конкретную модель. Не, 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 вот так. Про конкретную модель. С ним ты не разговаривай. А, повернись, пожалуйста, немножко. Я тебя видеть не хочу. Включаем подсветку, становится все повеселее, как бы, и так далее. Всем привет. Не знаю, как Серега в финале назовет видео, которое у нас выйдет, там, игровой ноутбук для Escape from Tarkov. В общем, сегодня хочется поговорить немножко про игровые ноутбуки, про сборки ПК в 2021 году и вообще, что делать с этим всем, что происходит сейчас с компьютерным железом. Немножко предыстории. Мне понадобился срочно для работы и каких-то игр небольшой ноутбук, с которым там можно куда-то поехать и дома посидеть. Собственно, был у мною куплен новый ноутбук. Почему именно ноутбук? Почему не компьютер? Какие проблемы сейчас с ноутбуками? И какие проблемы со сборкой компьютеров? Ну, про майнинг, я думаю, слышали уже все, даже кто живет в лесу. Стоимость на видеокарты такова, что, ну, во-первых, их просто нет. Если они есть, случайно появляются в магазинах, там, на день, они стоят, там, в три раза больше от заявленной изначально цены. То есть, если, условно говоря, в октябре мы, там, могли купить какой-нибудь 1660 Super, там, за стоимость около 25 тысяч рублей, то есть сейчас она, вот вчера, по-моему, смотрю, стоит 60 тысяч рублей. И то, если она попадается в магазинах. Ну, то есть, собирать сейчас компьютер можно собрать какую-то базу. Опять же, не совсем понятная ситуация по новому поколению Intel. Вышли одиннадцатого поколения процессоры, вышли новые материнские платы, сокет остался тот же. Новые процессоры AMD, новые видеокарты AMD, все это новое, всего этого нет в магазинах. Поэтому, ну, плюс мне он нужен был, конечно, для работы, где-то на выезде сейчас. Поэтому, собственно, ноутбук. Что можно сказать о ноутбуках? Майнить на них сейчас тоже научились. Но, в принципе, это касается ноутбуков только с новой линейкой видеокарта RTX, там, 3060, 3070 и выше, по игровым ноутбукам. Конкретно вот эта модель Lenovo Idiopat Gaming 3 со всеми скидками возможными и невозможными мне досталось за 57 тысяч, что, в принципе, дешево. Вообще, страшно то, что бюджетный ноутбук сейчас начинается, в принципе, от 60 тысяч рублей. Вот. То есть, более-менее приличный бюджетный игровой ноутбук. Ноутбуки. Какие сразу минусы? То есть, первые бросающиеся в глаза. Это полная, ну, почти полная невозможность апгрейда. То есть, максимум, что вы можете добавить, это, там, жесткий диск и оперативную память. Это, конечно же, высокие температуры в любом случае. То есть, Intel сейчас, скажем, заблокировал на аппаратном уровне возможность андервольтинга процессора. Соответственно, температуры, ну, у ноутбука будут немножко завышены относительно стационарного компьютера. То есть, то, что он разогрелся, скажем, до 80, там, 77-80 градусов в играх, там, после часа игры, это, в принципе, норма для игрового ноутбука. Но, по моему мнению, не очень норма для ПК, да и вообще, ну, куда столько-то? Сколько он проживет? Так 2-3 года, если играть каждый день. В принципе, современные ноутбуки одной ценовой категории, они все одинаковые. Разница, вот, минимальная. То есть, по сути, мы выбираем AMD или Intel. В бюджетном ценовом сегменте игровом все видеокарты будут от Nvidia. Это будет 1650, то есть, супер или обычная, но уже все на DDR6 памяти. Ну и, собственно, там какие-то детали по объему SSD накопителя, там, 256-512. То есть, по охлаждению, по качеству экрана, там, количеству засветок. Будет все плюс-минус одинаково. То есть, ну, у какого-то, там, на 5 градусов меньше температуры, у какого-то больше, у кого-то лучше динамики. Где-то поставили чуть более, там, интересный экран, ну, там, с более толстыми рамками. Где-то сделали numpad-панель, где-то не сделали. То есть, разница минимальна. Но, в целом, ноутбуки, то есть, это Lenovo серия Ideapad Gaming 3. Это Acer Nitro. Это Asus TUF. Бюджетная серия MSI, если честно, не помню, как называется сейчас. Ну и, собственно, это вот такие основные ноутбуки. Игровые. Теперь, наверное, более подробно про конкретную модель. Короче, Lenovo Ideapad Gaming 3. Достался он мне за, короче, с кучей скидок, с кучей, там, бонусов и так далее. Там, помятая упаковка. 57 тысяч рублей. С лицензионной 10-ой виндой. По комплектации изначальная. С ним ты не разговаривай. Привернись, пожалуйста, немножко. Я тебя видеть хочу. Ты понимаешь это? Я лучше с ним буду разговаривать. Как ты скажешь на 50-ом дубле. Да. Intel Core i5-10300H. Десятое поколение. 4 ядра, 8 потоков. Частота в Turbo Boost поднимается до 4,1 Гц. В играх разогревается плюс-минус от 72 до 78. Может там скакануть до 80 градусов. Но там уже корректируется система охлаждения. Видеокарта GTX 1650. Не супер. Но на GDR6 памяти. 4 гигабайта. Она не сильно разогревается, как говорил в играх. По-моему выше 60 я особо и не видел. В принципе Full HD на разрешении этого экрана тянет нормально. В базе было 8 гигов оперативной памяти. Одной плашкой в одноканале Samsung. У нее по XMP профилю 3200. Работает максимально 2933. Вторую такую же планку я докупил. SSD накопитель. Укороченный. NVMe. Hunix на 256 гигабайт. Достаточно шустрый. Чуть позже покажем скрины скорости. Кристалл диски. Есть место для установки дополнительного накопителя. На выбор вы можете поставить или жесткий диск обычный 2,5 дюйма, но только тонкий 5 мм. SSD накопитель 2,5 дюйма или второй накопитель M.2. Крепежи для жесткого диска в комплекте есть. Я конкретно поставил Western Digital Black на 500 гигов. Со скоростью оборотов 7200. Обычный жесткий диск. Разбирается легко. То есть 9 болтов. И аккуратно картой или медиатором скидывается поддон. В принципе это не влияет на гарантию. На гарантию влияет снятие системы охлаждения или аккумулятора. Чуть позже тоже остались фото, собственно, разобранного ноутбука. Сергей вставит на монтаже. Очень на это надеюсь. Да. Да, вставит же. С 50-го это дубля. По внешке, по клавиатуре. Экран 15,6 веб-камера, которая закрывается шторкой специально для параноиков. Которые боятся, что там за ними следят. Я не понимаю, что они за ноутбуком упорно делают. Но мы, я не думаю, что в видео будем обсуждать, что они делают все-таки перед ноутбуком. Шторка есть, короче. Можете не бояться. 60 Гц экран. Как видите, достаточно тонкие рамки. IPS-матрица. По нижней части кнопку вывели отдельно. За это спасибо. Не спасибо за то, что вход BIOS на кнопке F10. И сколько раз я уже промазал мимо этих двух кнопок. Вместо того, чтобы просто включить ноутбук, я залетаю в BIOS. Ну, в общем, я не буду говорить. Подсветка клавиатуры. Традиционно игровой ноутбук должен быть с RGB. Оговорился, не оговорился. С подсветкой. Здесь три уровня. То есть, его можно выключить. Включить не ярко. Включить ярко. Клавиатуры это я всего не пользуюсь. Кроме как для работы. Дома если я играю, то с внешней клавиатурой. Дома тоже работаю с внешней клавиатурой. Ну, ход клавиш приятный. Как бы работает, в принципе, нормально. То есть, вынесли отдельно цифровой блок и нормально сделали стрелочки. Не знаю, кто играет в стрелочках. Хотя, я знаю одного такого человека. Тачпад как тачпад нажимается. Ну, вот единственный минус конструкции. Немножко вот люфтит сам по себе тачпад. Ну, по крайней мере, такое ощущение остается. Пластик очень маркий. Протирать заколебался этот пластик. Удобно. Цветопередача у ноутбука хорошая. Уровень яркости. Ну, меня тоже устраивает. Допустим, на максимальной яркости. По портам. По портам. С левой стороны разъем зарядки. Разъем интернета. HDMI. USB-A. USB Type-C. Выход под наушники. Ну, и цветовой индикатор. С той стороны только USB. И, собственно, решетка вывода горячего воздуха. Системы охлаждения. Еще, на самом деле, дополнительный вывод. Он здесь находится. Немножко под экраном. Сбоку не видно. Так, по нижней части крепится просто нижняя крышка на 9 болтов. Перфорация идет по всей верхней части, где находится система охлаждения. То есть, здесь находятся вентиляторы охлаждения. И, собственно, чипы, на которые расходятся две тепловые трубки. То есть, забор воздуха идет по всей площади. И это тот случай, когда подставка для ноутбука, в принципе, спасает. Это если, в целом, по внешнему виду. Ну, внешняя крышка тоже, конечно, заляпывается сильно. Никакого использования металла в этом ноутбуке нет. Тут весь он полностью пластиковый. Немножко с точки зрения маркетинга производителям, конечно, хочется попенять. Когда покупаешь вроде не самое бюджетное для себя устройство, оно поставляется в такой простой картонной коробочке, на которой просто написано Lenovo. Даже ручки нету. В комплекте не идет вообще ничего, кроме зарядника. Ну и болтики для того, чтобы крепить жесткий диск. В принципе, и все. То есть, ну, можно как-то было отнестись к пользователю. Коврик положить какой-нибудь фирменный игровой, там, мышку и так далее. Ну, что-нибудь такое. Открыточку какую-нибудь там. Спасибо, что вы приобрели там нашу продукцию и так далее. В принципе, вот все, что можно по внешности ноутбука сказать. Минусы и плюсы ноутбука. Так, давайте с минусов, наверное. Мало портов, особенно USB. Отсутствие картридера. Очень маркий пластик. Неоднозначная система охлаждения. Ну, зачем делать разновеликие вентиляторы? Не совсем понятно. Вроде работает. Вроде процессор там не перегревается, там, в тех же играх или рендере видео. Но неоднозначно это все выглядит. По плюсам. Неплохая начинка за свою цену. Там, для многих может стать решающим фактором даже наличие Windows. Многие не умеют ставить. Вообще все привыкли, что ноутбук работает из коробки. Хотя бы минимальная возможность апгрейда. То есть, возможность установки SSD накопителей. Возможность установки второй планки оперативной памяти. То есть, сейчас очень часто распаивается именно память. Я вижу иногда, что вообще нету слотов. Для расширения весьма неплохой экран. Игровая рабочая производительность тоже вызывает уважение за эту цену. А, ну и внешний вид на самом деле. То есть, очень много придирок именно к игровым ноутбукам. То есть, у нас не развит рынок бизнес ноутбуков так называемых. В России их никто не покупает. А игровые ноутбуки зачастую люди не покупают. Потому что человек работает в какой-нибудь серьезной компании. Вот. И, например, приходит, ну даже возьмем Acer Nitro. Сразу как бы так вот в глаза бросается, как игровой. Ну или какой-нибудь мыс. А этот ноутбук, в принципе, если выключить подсветку, то он похож на такой вот простой обычный ноутбук. Без каких-то вот особых особенностей внешнего вида там. С нормальными тормозами. Да, то есть, с нормальными тормозами такой нормальный офисный ноутбук. То есть, выглядит серьезно и строго. То есть, да, включаем подсветку, становится все повеселее как бы и так далее. То есть, это действительно его плюс. За это мне тоже, в том числе, отдельно понравилось. Я его таскаю на работу и на одну, и на вторую. Вот. Работаю и там, и там с него. Поэтому это, конечно, большой плюс. Блок питания к нему идет 135 ватт. Ну, я думаю, хватает там. Чему особо жрать-то больше. По батарее. Вообще, игровой ноутбук и батарея, это вещи, про которые говорить нет смысла. Ну, если поставить режим экономии, снизить яркость, то батареи хватает, ну, плюс-минус. Вот в задачах браузер, сериал, ну, часа на 2,5-3. Ну, может, чуть больше. То есть, там зависит от экономичности и так далее, какой режим выставишь. В играх, ну, честно, я думаю, больше часа не протянет. И по батарее есть хорошая интересная функция. Это именно в дочерней программе Lenovo можно включить сохранение жизни аккумулятора, так называемый. В общем, он не дает ему заряжаться выше 60%, когда ноутбук работает от сети. То есть, аккумулятор не перезаряжен. Ну, и как бы, как заявлено производителем, это позволит, чтобы он там пожил подольше двух лет, как обычно они живут у ноутбуков. Вот, это плюс. И он действительно ни в каком варианте даже выключен и не заряжается выше 60%. Я проверял. Сейчас перейдем к тестам. То есть, покажу вам синтетические тесты, замеры. Потом перейдем в игры. Основное, конечно, всех, я думаю, интересует, как будет идти Escape from Tarkov. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok